Итак, сегодня я буду рассказывать про то, как мы в своей компании в контуре переходили на центре. И вообще история про то, как мы начали работать с ошибками, поняли, почему мы работали раньше неправильно с ними. Ну и какой путь вообще проделали, чтобы эта работа нам не доставляла, скажем так, той боли, которая была раньше. Вообще вот эти истории описывают, затрагивают два года. Это получается прошлый, позапрошлый год, 2019-20 год. Вот, я буду, в принципе, пытаться более-менее хронологически рассказывать, как мы какие-то вещи делали. Хотя, если будут вообще вопросы о том, как изначально наш пайплайн доставки логов строился, я могу об этом рассказать уже после доклада. Там прям отдельная история. То есть, на самом деле, у нас было несколько реинкарнаций вот этого пайплайна, и каждый раз мы его меняли, улучшали производительность, позволяли прокачивать больше логов. Вот, если говорить про то, как пайплайн у нас выглядел в 2019-20 году, то в целом можно выразить его в некоторых цифрах. Именно то, что у нас в 2019 году было порядка 60 тысяч логов в секунду, и суммарно за сутки набегало порядка 3 терабайт данных. Вот, уже год спустя такое количество логов уже было в 2,5 раза больше, 150 тысяч лог записей в секунду в среднем, и данных набегало порядка 6 терабайт. То есть, по данным увеличилось вдвое. Пайплайн выглядел следующим образом. Вот у нас есть приложение, которое умеет отправлять данные, а на другом конце, соответственно, был Elasticsearch, куда мы все эти данные индексировали. Понятно, что пайплайн можно организовать по-разному. Вот мы сделали свою собственную реализацию этого пайплайна, называется «На восток Геркулес». Опенсорсная штука выглядит следующим образом. Есть адаптер, который умеет принимать данные в формате эластика, дальше стоит гейт, шлюз, который складывает в кавку. Из кавки данные забирают специальные симки и перекладывают их в Elasticsearch. Ну, понятно, что из Elasticsearch уже можно через Kibana эти логи посмотреть и с этим работать. Но важно понимать, что восток Геркулес это у нас была не просто пайплайн доставки логов, это была целая система доставки телеметрии. Вот что значит телеметрия? Это означает, что приложения могли напрямую в гейт отправлять разного рода данные. Это могли быть логи, и они попадали в Elasticsearch, это могли быть метрики, они попадали в Graphite, либо в систему алертинга Moira. И точно так же отправлялись распределенные трассировки. Вот, соответственно, они у нас там отправлялись в Clickhouse. Ну, понятно, что там разные еще виды телеметрии могут быть, разные бизнес-эвенты. И вот все так или иначе оно у нас через эту систему прогонялось. Вот всего там порядка 15 приложений, решающих разные задачи. Но давайте вернемся к логам. Вот мы говорим, логи в Elasticsearch это все отлично, а при чем тут вообще ошибки? Вот здесь стоит сделать небольшую отсылку к той активности, которую мы периодически проводим у себя в компании. Мы проводим аналитику факапов. То есть понятно, что инциденты случаются везде и всегда, с разной частотой, по разным причинам, и неплохо бы понимать вообще, что происходит. Вот у нас в контуре развита культура заполнения пасмортомов. То есть случился какой-то инцидент, инженеры заполнили, что произошло, какие действия предприняли, какой ущерб. В общем, вот это все описывается. И в том числе некоторые выводы делаются. То есть что сделать так, чтобы в будущем эти инциденты не повторялись. Я посмотрел инциденты, которые у нас случались и отобрал их по определенному признаку. Сейчас про эти инциденты я немножко расскажу. Это пример реального инцидента, который у нас случился в контуре. Вот если там присмотреться к графику, там будет видно, что 2019 год. Начало 2019 года. Вот здесь представлены ошибки в час. То есть каждый столбик – это некоторое количество ошибок за час. Чтобы понимать масштаб, здесь в пике порядка 1300 ошибок в час. Утверждается, что где-то в этих логах за эти двое суток оказался факап. Какой-то инцидент, с которым столкнулась одна из команд. И вопрос, где же он начался? Наверное, многие из вас предположат, что где-то вот здесь, потому что сложно не заметить вот это. То есть понятно, что какой-то фон ошибок был, был, потом бах, что-то взорвалось, и вот все вот это приключилось. Но в действительности тут еще кто-то мог обнаружить, что есть какая-то маленькая подозрительная пипка, которая, возможно, тоже как-то связана с факапом. Так вот, сейчас вот если раскрасить вот эти лог записи с ошибкой по принадлежности к инциденту, то есть которые именно были связаны с инцидентом, то рисунок получится такой. Действительно вот этот большой взрыв, это действительно относилось к инциденту. И вот маленькая вот эта пипочка, которая возникла, она внезапно тоже относится к инциденту. То есть первые ошибки, вот как раз это был вечер, уже рабочий день потихоньку заканчивался. Вот первые ошибочки были, ну и там было мало, там может быть реплика была какая-то всего одна, может быть там еще какие-то, но самое главное, что они потом прекратились и проявились через несколько часов. Начались вот массовые ошибки, это уже было ближе к полуночи, вот. И вот эти массовые ошибки продолжались, то есть видно, что сервер по сути не работал. Начались обращения в техническую поддержку утром рано, и как только обращение поступило, то там в течение буквально получаса, может быть даже меньше, проблема была решена. Ну, скорее всего, там дежурный инженер просто посмотрел, что действительно случилась проблема, быстро принял решение, там возможно откатить этот релиз, и все стало хорошо. Ну, вот в принципе, глядя на такой рисунок, можно было сказать, ну окей, там можно было смотреть просто в Кибану на все эти логи, на эти ошибки, и просто увидев, да, что их стало что-то много, принять решение, там допустим, откатывать. Как бы да, действительно так можно было сделать, но в действительности все не так просто. Давайте посмотрим на статистику по другому инциденту, другой команды. Здесь тоже ошибки указаны в час, то есть каждый столбик – это некоторое количество ошибок. Слово говоря, здесь пик уже порядка 8000 ошибок в час. Вот. Да, здесь утверждается, что тоже вот на этом графике можно увидеть некоторый инцидент. И традиционный вопрос – а где же все началось? То есть, возможно, где-то вот здесь, вот перед началом вот этого второго всплеска, может быть, где-то вот перед началом второго всплеска, тут как раз какой-то такой подозрительный столбик есть. Возможно, кто-то из вас скажет, что вообще проблема где-то задолго до этого, где-то она в другом месте, но случилось, потому что у ребят какой-то странный-странный фон наблюдается. Вот. Но если в действительности попытаться понять, что же было в данный момент вот с тем инцидентом, о котором идет речь, и вот сейчас вот уже лог записи раскрашены соответствующим образом. Вот те, у кого суперзрение и очень хорошее качество из-за картинки на мониторе, могут так разглядеть и увидеть вот в правой стороне у пика там какие-то пиксели фиолетовые, сиреневые. Но кто обладает рентгеновским зрением, вот увидит, что вот первая такая полосочка в один пиксель вообще наблюдается здесь. Увидеть ее, в общем, в массе ошибок, если бы мы смотрели бы в Кибану, ну, вообще на самом деле не представляется возможным. Но самое-то главное, что вопрос, когда же закончилась проблема? Дело в том, что только спустя сутки было обращение в техническую поддержку, а это уже реально проблема, то есть там нагрузили техническую поддержку, люди, вообще пользователи начали звонить, техническая поддержка начала работать. То есть действительно мы создали здесь какое-то неудобство и пользователям, и нашей технической поддержке. Но вот спустя какое-то время там пришел разработчик на работу и начал фиксить 12 часов, ну, там в течение получаса закончил. Ну, вот вопрос, что делать в этой ситуации? То есть понятно, что вот как если в первом инциденте там можно было просто смотреть в Кибану и делать из этого выводы, вот, мы таки задались вопросом и решили поискать, а как решают этот вопрос другие компании. Ну, вот эта картиночка из блога одной крупной российской компании, это вот, видимо, какой-то центр мониторинга. Здесь вот можно обратить внимание, что сидит куча людей, у них куча мониторов. Ну, и в принципе, да, мы могли бы, наверное, сделать точно так же, но вот сразу резонный вопрос возникает. А как это дело масштабировать? Ведь сервисов у нас много, пользователей много. Как? Ну, вероятно, как нашли решение вот в этой компании, они просто садят больше инженеров, дают им больше мониторов. Вот можно приглядеться и увидеть, что вот этот экран большой на стене, и вот здесь вот он сейчас где-то вдалеке. То есть видно, что вот это огромный зал, open space, с которым просто куча-куча-куча инженеров сидят и смотрят там в графике, влоги, может быть, еще куда-то, непонятно, в общем, куда-то смотрят. Вот у человека, который вот здесь на центральном плане, вот у него можно количество мониторов посчитать, вот если я правильно посчитал, их 12 штук. Тяжко. Но как бы шутки шутками, а что с этим делать? Вот мы вот взяли и проанализировали факапы, и выяснилось, что если бы мы просто имели бы алертинг по новым ошибкам, то есть случилась новая ошибка, и мы бы одни уведомили бы инженеров каким-нибудь сообщением, там, не знаю, в чатик, на почту или еще как-то, то уже только вот этот сам вот этот факт позволил бы избегать порядка 10-15% инцидентов. То есть действительно это очень важный момент, который можно из этого сделать, вывод, который можно сделать. Вообще подробнее про аналитику факапов я бы сделал бы здесь отсылку к докладу своего коллеги Леши Кирпичникова. Доклад называется «Аварии помогают учиться». Ссылочка на YouTube. Вот потом можно будет взять эту презентацию и там по этой ссылке перейти. Вот либо просто в YouTube в «Бить аварии помогают учиться» и, в принципе, там найти эту ссылочку. Это видео там о том, как мы делаем аналитику факапов, какие выводы мы из этого сделаем. Вот здесь пока вот ровно про один единственный вывод, про вот эти вот новые ошибки и алертинг по ним, который действительно может помочь снять количество факапов. Ну вот и здесь как раз вопрос заключается в том, что нужно бы куда-то перейти, то есть найти этот инструмент. И, собственно говоря, вопрос того, почему мы вообще выбрали Sentry. Ну, самое главное, вот та киллер фича, которая нам была нужна, там есть алертинг по новым ошибкам. Вот то, что прям было нам нужно. Плюс это тот инструмент, который можно поставить на своих собственных железках, самим за ним следить, самим решать, сколько данных в него должно поступать. Вообще, на самом деле, вот это может быть не очень очевидная вещь, но вот я подробнее расскажу, почему для нас это оказалось внезапно очень критичной вещью. Ну и, наконец, стоит отметить, что с Sentry мы не просто так взяли. Дело в том, что у нас компания очень большая, проектов очень много, и очень часто там инструменты в проектах, они могут обгонять инфраструктуру, инфраструктурные команды и могут уже пробовать какие-то новые вещи сами и, соответственно, раньше. Ну вот и по опыту как раз использования в нескольких проектах мы поняли, что действительно это вещь, которая может дать нам пользу. Но тут вопрос возникает о том, а как вообще продать этот инструмент нашим пользователям. То есть под пользователем я понимаю как раз команды разработки, которым вот этот инструмент в действительности нужен. Но они, может быть, еще про это не знают. Вот здесь я для этого на нашей внутренней конференции, которая у нас проходит раз или два в год, делал презентацию, делал демо, где показывал на примере реального факапа, на примере вот этого, кстати говоря, факапа, который вот уже слайды я показывал до этого, как инструмент в Sentry мог бы помочь. Сейчас вот я покажу небольшое короткое видео, которое я записал для этого. То есть вот это интерфейс Sentry. Вот есть некоторое количество ошибок, которые уже поступают в систему. У нас есть пока вот один релиз, в котором нет еще каких-то ошибок, потому что он был хороший, все нормально. То есть все, которые ошибки сейчас в системе есть, это фоновые ошибки, которые были когда-то раньше. То есть вот единственная ошибка сейчас в системе фоново наблюдается, она существовала раньше. Ну вот ошибки продолжают, получается, у нас идти, потому что они накапливаются. То есть я, получается, взял в силоге и их засунул в систему, чтобы продемонстрировать, как оно будет работать. То есть они примерно в реальном времени набиваются. Вот сейчас где-то произошел у меня по плану релиз. И вот смотрите, вот уже как раз там алерт прилетел от Sentry. От Sentry мне прилетел на почту, он прилетел очень быстро. Здесь написано, что за ошибка случилась в нашем приложении. Самое главное – это та новая ошибка, которой не было доселе. Можно по ней сразу из письма провалиться и попасть в Sentry. И здесь увидеть уже некоторый контекст. То есть там есть Stack Trace этого, этой ошибки. Можно увидеть сразу, что раз там произошел релиз, появился новый релиз в Sentry, там автоматически он привязался. И что самое главное – появилась одна новая ошибка. Можно ее посмотреть именно в привязке к релизу. В общем, вот это можно будет делать. Ее в разных местах можно посмотреть. Там в списке ошибок она сразу появляется, привязана к релизу. В общем, самое главное – что вот эту вещь мы увидели и получили алерт буквально через несколько минут, в зависимости от того, как настроен алерт на почту. В общем, вот это я демо показывал командам. И что очень здорово, действительно, это побудило многие команды этим инструментом начать пользоваться. Ну и самое приятное было, когда подошел человек из одной команды. Он догадался, видимо, то ли по Stack Trace, то ли по графику этих ошибок, что это относится к его команде. И сказал, что вот это, похоже, про наш факап было рассказано. И действительно, вот они были одними из первых таких early adopter, которые начали использовать Sentry. Но вопрос – а как вот использовать? То есть понятно, что там в Sentry есть SDK. Но мы внезапно нашим командам предлагали немножко другой путь. Сейчас я немножко про это расскажу. Вот почему, во-первых, мы не стали использовать Sentry SDK, который есть? То есть понятно, что он есть там для разных языков, там для Java, для .NET, там в многих языках даже для фронтенда есть. Вот почему мы вот для своих бэкендов не стали предлагать именно такой способ? Ну, во-первых, сам клиент работает по принципу fire and forget. Что это означает? Что если у вас в коде произошла ошибка, у вас там есть вызов в Sentry SDK, что вот залогирует эту ошибку и отправь в Sentry. Вот. И он, вот этот Sentry SDK, пытается отправить в Sentry эту ошибку. И если что-то не получилось, ну, например, там Endpoint Sentry оказался недоступен, а вот в Sentry, на самом деле, такая ситуация довольно частая, и такое случается, он просто это событие продолбает, он просто его выкинет. Неприятно, особенно когда у нас какие-то инциденты и ошибки могут быть очень важны, терять эту информацию не хотелось бы. Потому что вот в логах у нас, в логе там все пишется, у нас pipeline, который доставляет в Elastic, работает, а тут внезапно раз, и какие-то ошибки просто пропадают. Вот. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что на самом деле мы получаем такой некоторый вендор-лог. Почему? Потому что нам придется в наше приложение засовывать как раз вот именно этот Sentry с его вот этим библиотекой, с его не очень приятным интерфейсом, и затем дальше как-то жить. Ну, вот. Вроде бы казалось бы, что это, ну, такая не очень важная проблема, но нужно понимать, что у нас в компании тысячи микросерверсов. То есть у нас там сотня проектов, у каждого проекта какая-то распределенная микросерверсная архитектура, и вот такие изменения пришлось бы вносить в каждый микросервис. А теперь представьте, что если мы вдруг решили там поменять версию Sentry, значит, менять версию SDK, или там мы решили бы отказаться вообще от Sentry, перейти на какой-то другой инструмент или напилить собственный, и все, как бы мы оказались в ситуации, когда нужно просто огромное количество сервисов перевыпускать, а нужно понимать, что там какой-нибудь может дремучая Legacy быть, которую никто не хочет трогать. В общем, понятно, что проблем от этого может быть очень много. И контролировать такой объем инфраструктуры довольно проблематично. И, наконец, отсутствие контроля за тем, что пишут пользователи, как они пишут, в каком объеме пишут, потому что у нас вот есть Sentry, и мы его выставляем наружу, и команды могут туда заваливать очень много всего нехорошего. Об этом я еще подробнее буду рассказывать, потому что это прям боль-боль, которая происходит. Ну и на самом деле даже сейчас еще происходит, хотя мы Sentry SDK не используем. Но вопрос типа, а что же делать тогда? Ну вот я уже не раз упоминал, что у нас есть некоторая труба для надежной доставки телеметрии. То есть мы на самом деле в наш геркуляс добавляем еще один синк, который умеет те же самые логи, ну понятно, с фильтрацией по типу Error и Fatal отправлять в Sentry. Ну вот, собственно говоря, такой способ, он оказывается действительно хороший, в том плане, что у нас какие данные идут в Elastic, мы из этих же данных можем брать. То есть от команд ничего не надо делать. Команду раньше писали логи в Elastic, они уже использовали нашу некоторую клиентскую библиотеку для нашей трубы. Все, теперь они могут спокойненько просто сказать, что да, мы хотим видеть наши данные в Sentry, мы, соответственно, даем им доступ в этот сервис, и они им начинают пользоваться. Все замечательно. Казалось бы, все просто и хорошо, но не так-то просто. Нельзя просто взять и вот все ошибки отправить в Sentry. Почему? Потому что некоторые препятствия на пути нам готовят как Sentry, так и реальность, в которой мы живем. Первое – это группировка ошибок. Ну вот, классические ошибки в Sentry, которые приходят от бэкэнда, они группируются по следующим правилам. То есть там, если есть Stacktrace, группируются по Stacktrace. Если есть Exception, соответственно, можно сгруппировать по типу Exception. Если там ни того, ни другого нет, то можно воспользоваться месседжем. То есть мы месседж некоторые сообщили, по нему сгруппировать ошибки. Но давайте рассмотрим некоторый пример, в котором там не было Exception никакого. Там был просто месседж. Вот это реальная лог-запись, которую я там выдернул из логов одной из команд. Что мы здесь видим? Здесь мы видим какое-то t и какие-то числа цифры, похожие на что-то случайное. Потом видим еще какое-то большое число, тоже не очень понятное. Потом какой-то идентификатор, который тоже очень похож на что-то случайное. И, наконец, там дальше какой-то текст. И важно понимать, что если вот эта ошибка происходит с разными вот этими случайными значениями, которые подставлены в этот месседж, то никакой группировки нам Sentry не даст. То есть каждая такая отдельная запись с отдельными вот этими случайными идентификаторами, возможно, это идентификатор сессии пользователя. Это может быть идентификатор трассировки. Вот, к слову говоря, первое как раз там то, что начинается с буквы T. Это trace ID, точнее его префикс trace ID. В общем, вот такие штуки, они не позволяют группировать нам по месседжу, и решение, соответственно, из коробки не работает. Поэтому решается следующим воспользоваться фичей и Sentry, это так называемые отпечатки, фингерпринты. То есть мы говорим о том, что надо по-другому нам как-то добавить метку вот этим всем ошибкам, чтобы их можно было сгруппировать, чтобы у похожих вот этих вот сообщений было одинаковое. Но, к счастью, мы используем структурированное логирование. Это означает, что каждый вот этот компонент, который вот добавлен в эту строчку, это на самом деле часть некоторого шаблона. То есть шаблон, в который поставилось первое случайное значение, там второе и третье. Соответственно, мы просто посчитали некоторый хэш от шаблона и, соответственно, ну или использовали даже как есть его, как фингерпринт. И таким образом эту проблему мы порешали. Вот, как бы все хорошо, можно двигаться дальше, но внезапно оказывается, что в проектах внезапно могут случаться инциденты, как мы видели, да, там такие всплески. И не всегда к этому может быть готов Sentry. Вот, чтобы как раз избежать вот таких вот внезапных пиков, когда просто проект захлебывается и отправляет большое количество ошибок, мы ввели троттлинг. Троттлинг, получается, на стороне нашей трубы доставки телеметрии, на стороне синка. Ну, там, допустим, ограничить можно 500 ошибок в минуту на проект. Что если будет все, что будет больше, мы, соответственно, будем отбрасывать. Если ошибок меньше, соответственно, мы будем пропускать дальше. Вот, казалось бы, все отлично, мы настроили троттлинги, все хорошо, но оказалось, что есть плохиши. То есть команды, у которых, да, понятно, что там инциденты бывают, мы к этому относимся с пониманием, но есть команды, у которых просто фон ошибок, вот тот фон, который я показывал, да, там вот одна из команд, у которой прям просто, несмотря на наличие инцидента, там прям ошибок просто валит огромное количество. Вот. И когда мы вот такой крайник открыли для всех и начали все логи отправлять в Sentry, то оказалось, что у нас там порядка тысячи ошибок в секунду, на секундочку, в секунду приходит. И для Sentry это оказывается слишком. То есть понятно, что в целом Sentry можно было бы, наверное, как-то масштабировать под это, там что-то подпирать какими-то костылями, но вообще нужно понимать, что такое количество ошибок для такого инструмента, это реально очень много. И с этим нужно что-то делать. Поэтому мы пошли к командам и стали с ними общаться. Да, вот как бы вот этот условно разделил ошибки на хорошие, плохие и бесполезные. Вот давайте попробуем разобраться, что же вообще такое ошибка. Вот есть такой тезис, что ошибка это лог-запись с уровнем логирования error или fatal. Вот там у нас есть чатик, в который можно будет задавать вопросы. Вот вы можете поставить туда плюсик, если вы прям согласны с этим, прям несколько плюсиков, если вы очень с этим тезисом согласны. И, соответственно, какое-то количество минусов, если вы не согласны с этим тезисом. Вот я сейчас дам там, не знаю, вам минутку, чтобы вы могли в чатик вот это вот сделать. Если прям кто-то вообще против вот этого тезиса, вы можете там гневно что-нибудь написать мне. Вот после доклада, я думаю, мы это тоже разберем. Ну ладно, давайте я двинусь дальше. Думаю, кто хотел уже выразить отношение вот к этому тезису, что вы выразили. Вот на самом деле я считаю, что это неправильный тезис. И правильный тезис такой, что ошибка это то событие, которое требует реакции инженера. То есть все, на что должен реагировать инженер, это ошибка. Если на какую-то вот эту ошибку реакция инженера не требуется, то, соответственно, это не должно быть ошибкой вот именно в том виде, в котором управляется там сентр или пишется влог с соответствующим уровнем. Давайте не будем голословны и просто посмотрим на примерах, где действительно это происходит. Ну вот самый первый пример. Была про какая-то ошибка, потом успешный ретрай. Вот этот пример взят из реальных логов, реального сервиса. Что мы здесь видим? Вот здесь есть такая sending request куда-то на какую-то опишку. Отправлялся он на какую-то там реплику номер 9. Это закончилась штука, запрос закончился ошибкой. Кстати, вот как раз этот эррор в логах. Но обратите внимание, после этого была попытка отправить запрос на реплику 8, и она закончилась успехом. Смотрите, то есть у нас было несколько попыток, но в конце все хорошо стало. Окей. Давайте попробуем посмотреть дальше. Тоже примеры. Там вот выдерну кусочек лога из... Григорий просят слайды вернуть назад. Слайды вернуть назад? Да, отлистать слайд назад. О-о-о-о. Вот так вот. Да. Это сорян, что так вышло, я не переключился. Ну, надеюсь, тем не менее, что свое отношение к уровню логирования эрроры фатал, что это ошибка, я думаю, все оставили. Поэтому давайте вернемся вот к этому. То есть, смотрите, примеры разбираем. Ошибка и успешный ретрай. Но вот я говорил о том, что вот это логи от реальной команды. Здесь был запрос к некоторой опишке. К этой опишке был запрос первым на одну реплику, он завершился ошибкой. Потом был запрос на вторую реплику, и он завершился успешно. То есть, смотрите, типа, было несколько запросов к сервису, и в итоге все закончилось хорошо. То есть, отлично получилось. Теперь, смотрите, второй пример. Когда в системе оказалось, что у пользователя нет соответствующих прав. То есть, там был какой-то еще модуль нотификаций в веб-сервисе, который, соответственно, куда-то сделал запрос, но оказалось, что у пользователя нет прав, и там вернулась 403 ошибка. То есть, смотрите, у пользователя нет прав, и ошибка. Ну, вроде бы казалось, что это ожидаемый сценарий, но, тем не менее, в логах это зафиксировалось как эррор, и, соответственно, там в центре это тоже упало как ошибка. Еще один пример – это вот протухла сессия. Ну, то есть, в какой-то момент оказалось, что сессия у пользователя протухла, и, соответственно, там ее информацию мы не смогли найти. Но казалось бы, что в реальном мире ситуация, когда сессия протухает, она вполне естественная, и такое может быть. Еще один пример тоже подобного рода – не нашли данные в кэше. То есть, там выскочил exception, потому что по такой-то организации мы не смогли там в кэше найти никакой информации. И там потом дальше просто эту информацию нужно было запрашивать из какого-то холодного хранилища. Но вообще, как бы ситуация, когда там кэш протух – это нормальная ситуация, но, тем не менее, здесь был эррор, и, соответственно, ошибка писалась и попадала, допустим, в данную ситуацию в центре. Вот понятно, что таких примеров еще можно много приводить. Вот еще, допустим, ошибка каких-то в валидации. То есть, у нас были входные данные от пользователя. Мы их проверили, оказалось, что размер данных, которым присылают, слишком большой. И мы тоже записали эррор. Хотя, казалось бы, валидация – это стандартная часть нашего пайплайна, тем не менее, вот такая ситуация имела место быть. Бывают ситуации посложнее. Но представьте, что у нас есть три сервиса – API-сервис, backend-сервис и storage-сервис. Вот они друг друга так делают запросы. Но, смотрите, если storage-сервис у нас отпал, по цепочке отпадает backend и API. И в действительности, в данной ситуации, что происходило? Ошибка писалась в одном сервисе, в другом и в третьем. То есть, вместо того, чтобы получить одну ошибку, мы получали целых три. Соответственно, в три раза больше беспокоили наших инженеров, дежурных инженеров или разработчиков. В общем, таких вот примеров накапливалось очень много-много-много. И вот мы поняли, что давайте попробуем их классифицировать и понять, что с этим делать. И классификация оказалась такая, что, первое, сервис самостоятельно поборол ошибку, например, в случае с subtriam. Если сервис поборол, это не ошибка. Да, там можно какой-нибудь warning написать о том, что какая-то реплика чувствует себя плохо или сделать что-то еще об этом чуть подробнее. Это может быть часть сценария. Ну, типа там, пользователь, они прав, или там кэш протухает. Это, в принципе, нормальные вещи, такое бывает. Вообще проблема не у нас, да. То есть, когда вот у нас несколько сервисов, в нашем сервисе все хорошо, но мы делаем запрос в сервис, который ломается. Вот сервис ломается, вот в нем, по идее, должна быть эта ошибка. Нам, по идее, именно у себя делать ошибку нет особого смысла, потому что alert по этой ошибке для нас не даст ничего, потому что на эту проблему должны реагировать разработчики того сервиса, к которому мы ходим. Ну, вот что делать? Вот я говорил о том, что да, там, может быть, поменять и уменьшить уровень логирования. Но вообще, на самом деле, есть подход, который говорит о том, что давайте просто использовать метрики. Есть два метода, use method и red method. Но ссылочка на него, на один из них, на use method, как раз внизу, в футере этого слайда. Но он как раз, вот, буковка, вот, use, это, типа, utilization, saturation, errors, not errors, да, а red, это rate, errors и duration. Ну, вот, типа, то, как должны строиться метрики, то есть, что они должны фиксировать. И в данном случае в обоих вот этих методах как раз есть история про ошибки. То есть, ошибки мы должны просто уметь фиксировать. Но вот второй способ, который помогает нам делать, это использовать распределенные трассировки. Раз у нас микросервисные, микросервисы, между ними взаимодействие, соответственно, мы, если трассировки такие строим, и где-то у нас в цепочке происходит ошибка, мы как-то можем ее целенаправленно в целом наблюдать и ее отслеживать, не прибегая к тому, чтобы спамить огромным количеством ошибок на всех. Ну, окей. Про вот рефакторинг логирования я уже немножко говорил, что, типа, самый простой путь – это вот поменять эрроры, вот такие эрроры на ворнинге. Плюс вот этого, то, что это сделать очень быстро. Ну, то есть, просто берем, находим везде, где у нас эррор, и там, смотрели, да, действительно, это не похоже на ошибку, поменяли на ворнинг, все стало замечательно. Вот, но важный нюанс – качество кода при этом не поменяется. То есть, от этого, то, что там мы замаскировали эрроры ворнингами, от этого они не перестают там быть. Есть более сложный подход, так называемый итеративный подход, когда мы берем топ ошибок, которые у нас сейчас прям очень часто происходят, исправляем соответствующие баги, то есть, вот там, допустим, была история про права, то есть, у пользователя не было прав, и вот там 403 ошибка кидалась, и мы это как эррор логировали. Но, казалось бы, если у пользователя нет прав, давайте просто не пытаться делать такие соответствующие запросы. То есть, мы могли заранее проверить, подключен данного пользователя, там, модуль notifications. Если не подключен, то не пытаться делать туда запросы. То есть, вот таким образом код сделать. То есть, соответственно, по сути, исправить именно вот эти баги, которые приводят к таким ошибкам. Ну, и если вот у нас еще ошибки остаются, мы возвращаемся в начало и вот получается таким циклом постоянно улучшаем, улучшаем, улучшаем код. Да, код улучшается, это действительно становится очень здорово, там ошибки прям помогают, вот эти вот нахождение вот таких неприятных ошибок помогает исправить баги в коде, но нужно понимать, что это очень медленно происходит, потому что это борьба с техдолгом, техдолг он далеко не всегда, его борьба с техдолгом на первом месте в плане разработки, и что еще важно, помимо того, что это в принципе процесс довольно медленный, он может продолжаться до бесконечности, почему? Потому что новые баги появляются в системе, там некоторые очень сложные баги, с ними очень долго там и сложно ковыряться, там какие-то могут быть гейзинг баги, которые то происходят, то не происходят, их очень сложно отлавливать, и здесь важно понимать, что типа тот профит, который ты получишь от вот этих усилий и сколько вот этих усилий ты заложишь, то есть должен быть какой-то некоторый баланс между этим, то есть условный принцип Парета, которым можно здесь руководствоваться. Ну вот окей, давайте вот это мы начали делать, все вроде бы замечательно, но нет, реальность она немножко сложнее, и проблемы уже даже на этом этапе могут возникать. Почему? Потому что ошибки могут оказаться в общих библиотеках и клиентах. Вот пример такой ошибки, которая происходила в клиенте к какой-то там хранилке у нас в контуре, но она происходила на клиентской стороне. Что мы здесь видим? Здесь видим, что произошел эррор, здесь видим, что не получилось прочитать какой-то кусок с каким-то идентификатором с какого-то сервера в каком-то дата-центре по какому-то смещению. Почему? Потому что там вот connection failure у нас. Окей, вот что из этого пользователю, кто создал этот код, имеется в виду клиентский код, который пишет и сделает запросы к этому серверу, что для него полезного из всего этого можно сделать? Какой вывод? Про то, что какой-то кусок с каким-то идентификатором? Нет. Про то, что какой-то там сервис на каком-то конкретном тачке не отвечал? Нет. Единственное, что может для него быть полезным, это то, что проблема была в какое-то время. Вот это действительно для него полезно, все остальное для него совершенный мусор. И в этом плане как раз нужно как-то убедить людей, которые делают другие библиотеки, о том, что, ребята, давайте понизим уровень логирования, уровень error, допустим, для таких ситуаций, потому что команда, она не сможет никак с этой ошибкой что-то поделать, и раз она с этим ничего не может сделать, то давайте и не будем напрягать их дежурных и писать такие логи с уровнем error. Это прямо проблема, потому что здесь надо проявлять все свои communication skills, потому что нужно общаться с разработчиками, которые в другом отделе находятся, которые делают другой сервис. То есть, в общем, тут на всяких интеграциях, тут, в общем, прямо это то, что нужно прямо с людьми разговаривать, разговаривать, и прямо ртом ходить разговаривать. Это иногда бывает проблематично. Вот, ну ладно. Здесь, на самом деле, все не ограничивается этим, потому что вот когда мы говорим о том, что там могут быть библиотеки, да, а вот можно идти в чужой сервис, и там проблема, а ошибки-то у тебя валятся. И здесь может быть такой вот интересный момент, что у разных команд может быть по-разному развиты инструменты и практики, прокачены по-разному, и может оказаться, что у нас все хорошо, и мы прямо сразу все отлавливаем, но команда, от которой мы зависим, от сервисов, в которых мы зависим, они, соответственно, такого уровня качества не предоставляют, и они, допустим, за такими проблемами не следят. И получается, что мы будем узнавать о проблемах в чужом сервисе раньше, чем это узнает чужая команда, другая команда. Вот, такое тоже имеет место быть, и, ну, с такими, как правило, очень сложно что-то делать, разве что, не знаю, прийти на стажировку, там, в другую команду, вот благо, что у нас, в принципе, более-менее в компании развитая горизонтальная мобильность, когда можно прийти в другую команду, там, им починить все, сказать, все отлично, теперь у вас все хорошо, вернуться в свою команду и, наконец, там, раскрутить всякие гайки, и чтобы стало нормально в плане именно ошибок, потому что там мы починили, и стало лучше работать все. То есть там другая команда стала лучше замечать какие-то проблемы в своих сервисах. Ну вот, какие результаты из всего этого мы получили? Ну, во-первых, некоторые команды, они действительно ушли на ситуацию с нулевым фодом ошибок. То есть, смотрите, если мы такой инструмент даем команде перфекционистов, от них можно ожидать, что прямо они реально, они вылежут в свой код, и все ошибки оттуда уйдут. Вот, у них не будет никаких алертов, но понятно, что там будут ситуации какие-то с багами быть, которые там с новым релизом пошли, там, действительно, сентри будет по делу. Но самое главное, именно какой-то фон вот этих мерзких неприятных ошибок, он у таких команд исчезает, и это действительно очень здорово. Могут быть ситуации, когда у команд остается какое-то некоторое количество вот этих ошибок в день. То есть, речь именно про сгруппированные ошибки. Понятно, что там индивидуальных ошибок может быть много, потому что они могут быть у разных пользователей, там, или еще по каким-то параметрам. Ну, вот, реальный пример. Например, команда, у них было 100 тысяч ошибок в день, они на первой итерации свели это количество к 300 ошибкам в день, и вот потом, вот после вот этих вот нескольких итеративных подходов, разборов багов, они сошли к тому, что у них там порядка 1-10 ошибок в день в центре прилетает. Действительно, это успех, вот, прям это история успеха. Но понятно, что не всегда бывает все с хэппи-эндом, то есть, действительно, остались команды, которые не смогли. Вот, которые пытались, пробовали, но вот у них как был этот огромный фон ошибок, так он и остался. Что в итоге вот с этим всем получилось? То есть, я говорил о том, что вот у нас там большое количество логов прилетает в систему, в нашу трубу телестелеметрии, вот, поэтому мы вот, раз некоторые команды не смогли, получается, мы вот некоторые логи не пропускаем через наш пайплайн, и, соответственно, отбреваем их чуть раньше. То есть, команда, мы знаем, что она плохишей, мы ее забанили, и вот для них не даем такой инструмент. Вот, получается, порядка 2-3 логов у нас проходит через пайплайн-центри. Понятно, что там не все ошибки, это просто 100 тысяч лог-записей. Понятно, что там они отфильтруются, и останутся только ошибки. Вот сейчас у нас примерно в среднем там порядка 75 ошибок в секунду пролетает в центре. И вот тут как раз вот важный вопрос, который я говорил, что я его затрону. Почему он премис-инсталляция для нас была важна? То есть, если пойти посмотреть про облачный центре, там есть такой самый дешевый план, это стоит 26 баксов в месяц. Ну, казалось бы, это копейки, особенно для такой крупной компании, как Contour. Вот, даже вон 50 тысяч ошибок можно спокойненько заслать вот в этот план. Все, что свыше, надо платить дополнительно. Но вот если взять самую, выкрутить вот там вот крутилку на сайте центре в самый максимум, там можно за 820 баксов взять аж 6 миллионов ошибок в месяц. Ну, казалось бы, это вроде действительно много, и нам должно хватить. Ну, давайте попробуем посчитать, а вот 75 ошибок, которые у нас есть, а сколько это реально будет в месяц? Ну, давайте перемножим там секунды, там на минуты, на часы и прочее, ну, и на количество дней в месяце. Ну, вот получим в среднем, что это порядка там 200 миллионов ошибок в месяц. Напомню, что там максимальный план, который там из коробки в центре предлагает, это 6 миллионов. То есть там разница 30-кратная даже больше. Ну, и как бы понятно, что никто не готов будет платить зарплату нескольких инженеров в счет просто отдавать вот этот облачный хостинг. Лучше за эти деньги развивать собственным инструментом и развивать собственные командные практики, инструменты. Вот. Ну, еще, на самом деле, есть такой интересный момент, который тоже с центре связан. Вот это график, который у нас был в центре о том, сколько мы событий отбросили по рейт-лимитеру. То есть мы, если превышает, мы выкидываем. Ну, вот был инцидент, когда вот этот столбик, мы отбросили 300 тысяч ошибок за 3 минуты. Представьте, если это был бы облачный центре, и мы бы в него столько ввалили, ну, при условии, что там канал к центре, который тянется, он действительно смог проживать за короткий промежуток времени. Но самое главное, вы понимаете, как бы вот такой любой инцидент, это сколько именно в деньгах с точки зрения именно оплаты за вот этот сервис может принести, как бы действительно это печально. Ну, ладно, давайте, хватит о грустном, давайте о чем-нибудь полезном, о том, что мы научились делать, кажется, научились делать хорошо. Вот как раз про какие-то рецепты алертинга и про работу дежурного. Но, во-первых, здесь сейчас вот я буду говорить про какие-то цифры. Вот на цифры, наверное, внимание не стоит обращать, надо смотреть на суть вот этого алерта, который мы стали использовать. Вот смотрите, ошибка проявилась более 10 раз за минуту. То есть важный момент, что мы не на каждую ошибку начинаем реагировать, а только если конкретная ошибка проявилась некоторое количество раз. То есть если она повторяется, вот только тогда надо делать алерт, и, собственно, тогда беспокоить инженера. Второй тип алертов – это когда новая ошибка проявилась более трех раз за минуту. Тут тоже, опять же, не надо смотреть именно на цифру 3, это для каждой команды там тюнится и настраивается в отдельности. Но самое главное, что на новые ошибки мы смотрим чуть более пристально, потому что они потенциально могут нести большую опасность для нашего сервиса. Потому что раньше сервис как-то уже работал, все было более-менее норм. А если мы выкатили какой-то плохой релиз и начались новые ошибки, то лучше среагировать пораньше. И еще один тип алертов – когда ошибка переоткрылась. То есть когда восстал этот зомби, которого мы вроде когда-то полечили, и вдруг что-то произошло. Вот это прям тоже очень неприятная история. Если такое произошло, то, соответственно, на это надо реагировать. Как реагировать? Надо отправлять куда-то алерты. У нас команда там использует Slack, почту, Telegram, Pushover. И при этом в целом можно, во-первых, для резервирования каналов использовать несколько, а можно еще разделять по степени критичности. То есть у нас разные каналы могут отправляться ошибки с разной критичностью. Ну вот, например, сравним его с Slack и Pushover. То есть понятно, что Slack у нас на приложении, может, телефон может заснуть, там стоит на вибрации или еще что-то, и инженер об этом не узнает, что что-то произошло. Вот в случае с Pushover, это то приложение, которое прям достучится до разработчика. Там оно преодолевает вот эти всякие ограничения, которые там выставил пользователь в настройках не беспокоить своего телефона, и он как бы вот эту информацию получит. То есть получает самое критичное, нужно отправлять вот в такой соответствующий инструмент. Вот вопрос, как определить важность алерты. Понятно, что там могут быть алерты, допустим, с тестовой площадки, и, наверное, не стоит будить инженера ночью о том, что что-то произошло. Поэтому здесь правильный рецепт – это обогащать события различными тегами и атрибутами. То есть добавлять туда название сервиса, чтобы можно было разделить по более-менее критичным сервисам. Окружение, как я вот говорил, там тестовое, продуктовое окружение. Индификатор пользователя добавлять. У нас могут быть пользователи, которые там приносят нам основную прибыль, допустим, да, и на их инциденты реагировать, конечно, стоит как можно раньше, чем это. Пользователь, который нам не приносит денег, например, бесплатный пользователь. Ну и вот такие вот как бы для каждого проекта, для каждой ситуации можно свои вот эти вот как бы подобрать теги и атрибуты, которые могут помочь распределить события по вот таким вот корзинкам, типа важное, неважное. И если в целом смотреть на инструментарий дежурного, то есть если раньше у нас в 2019 году основной способ следить за сервисами был это вот алертинг по метрикам от Мойры, и активный мониторинг, то есть реально разработчик сидел и в момент релизов смотрел в Кибану на предмет, не появились ли там какие-то новые логи или не стало там слишком много записей приходить, то спустя год ситуация улучшилась. То есть да, по-прежнему остались алерты от Мойры по метрикам, а вот как раз по ошибкам уже вместо активного мониторинга это сменилось именно просто следить за тем, приходят алерты от Sentry или нет. Вот, наверное, это можно было бы даже закончить и сказать, да, все, мы провели хорошую работу, но нет, давайте проверим, а стало ли лучше нам действительно от того, что мы добавили новый инструмент и как-то что-то поменяли. Ну вот я взял сейчас здесь тоже еще один подход к аналитике факапов. Он довольно такой свежий, то есть это полгода взятый 2019 года и вот будет посвежее. Вот у команды случилось за эти полгода 26 инцидентов. К сожалению, там три по сморту не были заполнены. Три инцидента они поймали сами по алертам, по метрикам, один поймали случайно, ну это примерно как, типа разработчик такой зашел на продовую площадку, решил там посмотреть какие-нибудь там метрики или там логи почитать. И бах, совпало так, что он как раз оказался в тот момент, когда что-то пошло не так. При этом 19 инцидентов поймали не сами, то есть это сообщили либо другие команды, либо это вообще не дай бог от пользователей пришло. И как раз вот поизучали вот эти факапы и выяснили, что то, что поймали случайно, и 9 из 19, которых не поймали сами каким-то другим образом, можно было бы поймать, если бы был уже инструмент в центре. У этой команды на тот момент его еще не было. Что изменилось на следующий год? То есть тоже взят период полгода. Инцидентов здесь поменьше, но это как бы с центром, я думаю, не сильно связано. Но тем не менее, 19 инцидентов, 5 поймали случайно, 6 не поймали сами, 5 поймали по алертам, по метрикам, 3 поймали по алертам, по ошибкам. То есть действительно уже центре нам помог, прям действительно были примеры, когда центре помог в локализации проблемы. Но вот неизвестно, конечно, сколько мы инцидентов вообще смогли избежать, потому что как бы сейчас уже сложно это понять. С центре был, он нам помог с этим разобраться. Но смотрите, оказалось, что вот часть из этих вот инцидентов, часть из этих инцидентов, ведь можно было еще поймать с помощью центре, если бы как-то там подтюнили логи или подтюнили алерты в центре и смогли бы поймать. То есть, действительно, работа еще ведется, и есть что улучшать, поэтому, я думаю, там еще пройдет какое-то время, и можно будет провести еще серию аналитики и посмотреть, а как изменились именно распределения этих факапов по вот этим ситуациям. Но стоит отметить, что действительно нам Sentry помогает, и еще мы находим места, где Sentry действительно нам помогает. Понятно, что вот эта вот история про то, что мы такой инструмент смогли на уровень компании затащить, да, там очень много команд, большинство команд стало этим инструментом пользоваться, все замечательно, но вот мне, допустим, как человек, который занимается инфраструктурой, то есть я создаю сервисы, инструменты для других команд, какие выводы мы сделали как инфраструктура? Вот первое, что инфраструктура не должна быть по умолчанию для всех. Вот как раз вот та история, когда мы открыли крайник и начали писать все-все-все ошибки в Sentry, Sentry у нас захлебнулся, и мы стали разгребать вот это все. То есть вот этот вывод действительно важный, что мы должны подходить и с командами это делать осознанно. То есть команды должны понимать, какой инструмент и зачем они сейчас будут использовать. Второй вывод о том, что вот эти изменения, которые мы хотим от команд, вот эти вот там улучшать логирование и прочее, что это действительно процесс очень медленный, небыстрый и важно именно терпение. Важно то, что там приходить, командам помогать, там консультировать их, там, не знаю, инструкцию для них писать. То есть действительно здесь нужно проявлять эмпатию и, не знаю, опять же проявлять все свои communication skills, чтобы действительно улучшать жизнь команд и, соответственно, улучшать совместную жизнь. То есть и командам станет легче, потому что они получат новые инструменты, и вам как инфраструктуре получится там улучшить качество того, как делают это команды и таким образом снизить нагрузку, например, на инфраструктурные сервисы, на инфраструктурные инструменты. Вот, ну и действительно стоит отметить, что инструмент «Пасмортомы», заполнение «Пасмортомы» в фонде действительно очень классный. Во-первых, да, он помогает вытащить какую-то аналитику и потом с ней поделиться, и там действительно какие-то полезные инсайты могут быть. Ну и самое главное то, что оно улучшает качество наших сервисов, потому что мы итеративно вот эту аналитику проводим, и появляются какие-то новые-новые инструменты. То есть многие вещи, которые мы делали раньше и делаем сейчас, они как раз в том числе построены на вот этой аналитике. Ну вот по поводу логирования, мы поняли, что логирование нужно, именно наш подход к логированию, который был в компании, надо менять. Мы вот сейчас вот именно много-много-много над этим работаем, работали и продолжаем работать, и есть еще что улучшать. То есть понятно, в идеале бы хотелось, чтобы все команды стали пользоваться Sentry у нас. По крайней мере все команды могли получать вот этот алертинг, и там количество инцидентов у других команд, которые у других уже не наблюдаются, тоже могли минимизировать. Ну и в целом, да, вот про Sentry можно много говорить очень всего разного. То есть понятно, что инструмент, с одной стороны, огонь в том плане, что он дает киллер фичу, с другой стороны, он очень плох в плане эксплуатации его, там очень много боли доставляет, но вот когда вот мы такую трубу перед ним ставим, когда мы там его защищаем различным троттлингом, там как-то его там пытаемся пылинки с него сдувать, он вполне себе ничего, и вот здесь он у нас показал вполне неплохо. Так что будем продолжать дальше его использовать. Надеюсь, что мы сможем потом как-то прокачать еще вот эту всю нашу телеметрию, и станет в конце совсем замечательно, и факапы у нас будут миновать. Вот на этом, наверное, положительной, позитивной ноте я как раз хочу закончить, поэтому всем спасибо за внимание. Жду ваши вопросы, готов отвечать на них.